Приветствую всех вас, дорогие мои зрители. Как вы помните, я проходил Beyond Two Souls и остановился на главе облава. Сейчас мы с неё и продолжим. Крэп перевести как опа, это надо уметь. Это надо быть мастером локализации. Часто я, чтобы так бежать, надо уметь тоже. Эй, ты crazy! Как отсюда уйти, я до сих пор не понимаю, честно говоря. Честно говоря, как от того чувака увернуться, я направил вправо. Без проблем. И честно говоря, удивительно, как на поезде вообще кто-то может вот так стоять. Ну ладно, это теперь становится, ну, понятливее, потому что всё-таки она агент. ЦРУ и всё такое. Ну вот в некоторых моментах всё интуитивно понятно. Но в некоторых вообще непонятно. Столько полицейских реально не испугались. Залезть на крышу. Так, снова охотятся. И благодаря демке я более-менее помню, как здесь всё делается. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ух, некоторые моменты, реально, вот буквально. Давай-давай-давай, детка, давай-давай-давай, я тебе помогу двумя клавишами, двумя целыми кнопками. В принципе, из-за того, что я эту демку проходил, тяжело здесь что-то прокомментировать, я вам уже все рассказал тогда. И да, невероятно, да, David Cage, действительно, сделал игру с геймплеем, я реально вожу мотоцикл, в пределах разумного, конечно. Мега-аркадно, но все равно удивительно. Должен отметить, что все его попытки сделать это круто, оправданно. Но игра, некий вот этот симбиоз того, что было с тем, что он здесь добавляет, она, конечно, пока что не то чтобы не работает. Она такая, субъективная, то есть кому-то понравится, кому-то нет. Мне, в принципе, нравится, но ничего сверх такого крутого я тоже не могу сказать. А, можно фары отключить. Ну, вот видите, такая интерактивность, которая есть в обычных играх. Которая у Cage, наверное, она есть, но она вроде как задействована отдельно и чисто в определенном моменте. Да, смачно, смачно кусочек мы прошли, но я, если честно, больше ждал, что будет дальше. А будет дальше... Мой воображаемый друг с самого начала, видимо. Крипи ветки, на самом деле, да. Честно говоря, это очень неплохо бы смотрелось в начале игры, когда мы не понимаем ничего. А так смотрится, ну, своеобразно. Печеньки. Отлично. Ужин. Судя по тому, что в окне так ярко, время скорее обеда. Какой ужин? Или вы ужинаете, не знаю, да даже в 4 вечера уже темно. Или я не учел, что в Америке не так быстро темнеет. Ну давай посмотрим галлюциногенные мультфильмы. Нет. Итан Марс чистил зубы, может и нам почистить зубы? Что надеется? Жесть. Жесть, что это было? Смотрите, она роже-то скремела и какой-то... Просто жесть какая-то произошла. Музыка совсем не рождественская, скорее такая странная. Как будто опять же крипи какой-то эффект. Тут какая-то вот штука должна быть то ли с раздвоением личности, то ли с тем, что у нее какой-то брат не родился. Что-то уж больно темно для гаража. Сейчас, наверное, что-то хорошее будет, в кавычках. Да и кто ходит за маслом в гараж, серьезно, вы мне скажите. Оливковое масло в гараже. Хранить в канистре. Оливковое масло. Жесть. Мне кажется, это проделки зеленого гоблина. Кто еще может так играть нашему разуму? Тут больше, чем лампочка. Тут лампочки четыре бы включить. Там же одна темнота, реально. Женщина. И оливковое масло хранить в гараже. Только потому, что там темно. Как насчет шкафчика? Серьезно. Как насчет шкафчика для оливкового масла, если его хранить в темном, сухом месте? Ладно, пошли возьмем печеньку, честно говоря. Пошли возьмем печеньку. Она так спокойно ходит. Это меня немножко напрягает. Дети так не ходят. Дети ходят быстренько, азарно. Ну да, вот хотя бы руками что-то. Она делает. Дети же импульсивные довольно. Ну, даже для Джоди. Даже такие-то, как Джоди. Ладно, мы покачались на качелях. Мы это сделали. Самое время сломать вентилятор в доме. Не так ли? Сейчас супер-мега-шутер. Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот зачем вот это было? Че этот парень вот делает? Зачем это было? Ну вот че он на нее полез? Че ты себя так ведешь, братень? Ну офигеть. Офигеть просто. Конденсер. До ЦРУ. После вечеринки, видимо, еще молодая Джоди Холмс. Только ты, кто знает, как работать с тем, что лежит beyond the rift. Beyond the rift. За гранью, собственно. Собственно, вот она грань. Объясняется, наконец, почему игра так называется Beyond. Ну и, понятное дело, что Souls, это душа Джоди Холмс и душа Айдена. Между двумя этими мирами. If you don't want to do it, just say My body is ready Я пока возьму немножко Бомб, глайдер свой притащу И разберусь с этим Питером Паркером Гадёныш совсем от рук отбился В целом, довольно неплохо для кино Вот это всё, на самом деле Ну, серьёзно Общий план, такие там Ну, звуки, конечно, вот этих всех этих Конечно, звучат немножко странновато Но, в целом, всё пока Очень монографично Если мы про Дэвида Кейджа говорим И ничего страшного Совсем Разве что на такую хрупкую девушку Взвалили Очень много всего В данный момент И как после этого с ней К ней отношения, так поменялось Это, конечно, жесть Здесь больше ничего нет, получается Одна маленькая дверь На огромный лифт Одна маленькая дверь Ладно, игра Этот комплекс поражает Своей этой Такой какой-то гениальностью Такую маленькую дверь Разве что Что-то пролезет из грузов Который на таком большом лифте Переносится Только с людей Ну, много людей И здесь они Вот так Встроенные ряды Йо Я же видел, что ты встал Жесть Не то, чтобы я испугался Но Это было странно Что ли Слендера Поиграл Дэвид Кейдж Чисто слендеровский Такой приемчик Испуга Ну, если мы проигры, конечно Чудищ нам этих так не показывают Хотя теперь понятно Почему нам не показали Перед этим Самое начало Где мы этих чудищ Так же видим Очень коротко Так непонятно Чем-то Если Так Анализировать То они чем-то похожи На чудищ из Даркнас Только такие красные Ярко-красные Какие-то Но это вовсе Не обычная Форма жизни Это даже Не органическая Возможность Это что-то Странное Было Только что Да не Это все-таки Скорее Может быть И органическая Форма жизни Но она Как-то Странно Может Перемещаться То есть Переходить Из состояний Разных И чуть ли не Исчезать Где эта глянь Выруби ее Нафиг Спасибо Айден Так Так Направляем Получаем Вспоминаем Ой-ой-ой-ой-ой-ой Это уже сурово Только не будем забывать Что она еще Не в ЦРУ И поэтому Она по идее Должна здесь Не уметь Многое Ну то есть Она должна быть Очень обычным Человеком Ну кроме Разве того Что она может Там С Айденом Работать С ним говорить Там И просить Его что-то делать А так Она обычный Человек Пока что Так 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 Ну и Кажись мы Уже совсем У этого Самого устройства Портала В иной мир Другой мир Даже скорее Мы готовы Навстречу К невероятному Чему-то Идти Посмотрим Что же это Кто же это И зачем Все это Они сделали Показать Открыть К другую Показать Хорошо Главная тема Beyond Two Souls Играла Обработки Единственная проблема Что Она так радуется Но непонятно Чему Что дальше Да Наверное Нам должно Будет Отключать Видели Лестницу Я думаю Сейчас Сейчас будем отключать это Давай Ну что, реально напоминает Этих подводных рыб, я вспомните Такой вот вид подводной рыбы Вот чем-то напоминает Очень глубоко под водой Которая обитает вот здесь с этими щупалками Вообще неправильно сделал Жаль Так, ну что ж, придется Так, 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 стой Стой, ты куда лезешь? О-о-о-о Ну это слишком Вот это уже реально слишком Все, давай, давай, давай Давай, Джонни Мы сможем, мы справимся У нас все получится Не волнуйся Все будет хорошо Ну, потому что нам на самом деле Показывают не линейный сюжет А туда-сюда Перебрасывают нас Из одного места в другое Так что мы знаем, что с тобой все будет хорошо Сейчас, по идее, должно потянуть за собой остальные Ой, или не только остальные Я сейчас подумал, может эта штука должна за собой и Айдену, по идее, утянуть Или нет По идее же Айден тоже из того мира, по идее, его тоже должен затянуть туда Ну а вместе с ним и ее Или нет Да, он здесь Я думал, что я потеряла тебя Ну не пропала, а она думала, что потеряла его Я думаю, здесь был мотив То есть мотив того, что Айден мог все-таки уйти туда В эту воронку тоже В этот мир Но он не ушел Он остался с ней То есть не пропала, а потерялся все-таки Идея была Молодец, Джонни Ну да, урок всем Бездомные Это уже После облавы Насколько я помню, многим очень нравится эта глава Тем, кто играл Beyond Two Souls Ну, вот узнаем, почему Сейчас, видимо Ух ты, жесть Ты посмотри на это Вы видите это, ребят? С ней вокруг столько темных существ Что же произошло? Вы посмотрите только на это Вокруг нее они просто витают Два, три, три существа витают вокруг нее Темных помимо Айдена Ничего себе Что же произошло вот за это время? Что-то же должно было произойти Что вот к этому привело Ну, самое ужасное, что в принципе-то В какой-то степени она убийца Тут еще кроме него, конечно, несколько Жильцов Этот немногословен Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!